Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды, снова на нашем ежедневном брифинге, который посвящен основным событиям фундаментального характера минувшей торговой сессии, оценки, собственно, перспектив, анализа перспектив инструментов, которыми мы спекулируем уже в связи с обновленным новостным фоном и перспектив тех активов, которыми мы спекулируем уже в очень долгий период времени. Ситуация за минувшие торговые сутки существенно на рынке не изменилась, все те же самые новости рынок обсасывает, все те же самые инструменты, которые ранее мы отмечали как активы, пользующиеся поддержкой своих защитных свойств, оказывают давление на своих конкурентов, на рисковые инструменты, и все то же самое развитие трендов долгосрочных, которые и предполагают ослабление рисковых инструментов. Друзья, в связи с этим я уверен, что вы пребываете в бодром расположении духа с прекрасным настроением, потому что мы говорим о трендах затяжной слабости, крайне предсказываемых британца, европейская валюта, австралийца, новозеландца, тренды, на которых мы зарабатываем, потому что мы знаем, почему так происходит, мы знаем, почему эти инструменты находятся под таким серьезным давлением, и почему, скорее всего, ситуация вряд ли изменится в ближайшее время. Американская валюта у нас также карабкается вверх. Мы сегодня снова поговорим про то, что ожидается впереди для доллара, что может на него повлиять, и как это отразится на нашей с вами классической сделке с долларом японской валюты, то есть здесь, скажем, соперничество двух защитных инструментов, но мы все равно делаем больший уклон, что в этой связке победителем все же окажется доллар. Если мы посмотрим на три последние торговые сессии, действительно, доллар прибавляет по чуть-чуть, и текущие котировки, опять же, 111.25, может быть, даже уже чуть повыше, явно указывают на то, что мы верно идем в плане роста и приближаемся к сентябрьскому заседанию американского регулятора, когда ставки будут повышены, и в связи с этим уже никакие геополитические риски, я думаю, уже будут не в силы соперничать с укреплением, потенциальным влиянием на курсы доллара более жесткой монетарной политики, и мы сможем реализовать еще одну долгосрочную сделку, именно длинную позицию доллара японской иены, реализовать, я имею ввиду, закрыться по профитам, целевым ориентирам, которые сейчас у нас заброшены поближе даже к отметке 115 иен против доллара. Ну, я уверен, что у нас еще будет уйма с вами времени, чтобы обсудить и доллар, и делать это на каждодневной основе, я предлагаю не выбиваться из нашего привычного сценария. У нас повестка экономического календаря сегодня, день ожидается чуть более интересный, чем предыдущие торговые сессии, поскольку сегодня у нас фактически вся европейская и американская сессия расписана по релизам. Мы сначала с вами ждем данные по инфляции в Англии, в 11.30 по московскому времени выйдет этот отчет. Очень хорошо, что вчера мы получили слабые цифры по темпам роста зарплатных плат, и, как и ожидалось, снова оказались правыми. Этот отчет мы использовали для большей просадки британского валютного актива. Мы продолжаем снижаться, друзья, и когда-то до цели 1.25, вы помните, было порядка полтысячи пунктов. Сейчас уже, с учетом того, что фунт торгуется на отметке 1.27, вы понимаете, что в прямом смысле рукой подать. И при должной реакции на те же самые данные по инфляции, мы можем оказаться гораздо ближе к этой обозначенной цели. В 15.30 нас ждут роничные продажи по Аштатам. Дальше, через 45 минут, промпроизводство тоже в США. Сразу оценим и потребительскую активность, и еще один из секторов американской экономики. Но, забегая вперед, уверен, что эти релизы снова у нас не разочаруют. Соответственно, не разочаруют и доллар. Поэтому, как минимум, мы останемся в пределах и вблизи тех уровней, которые мы сейчас наблюдаем по паре доллар и японской иене. А вот что касается против других инструментов конкуренции доллара, то, думаю, что давление на риск может усилиться. И сегодня классический отчет для среды в 17.30 по московскому времени. Мы ждем с вами запасы нефти, нефтепродуктов в США, также объем добычи нефти. Тоже этот релиз важный, но только уже для динамики черного золота. Нефтенка нас также радует, плавно предлагаю перейти именно к оценке того, что происходит на рынке нефтезакрытия. Прошлой торговой сессии по бренду 72.93, сейчас находимся ниже 72.34. И продолжаем мы смещаться, снижаться в районе поддержки 70 долларов за баррель. Вчера очень хорошо котировки отработали уровень сопротивления в виде линии нисходящего канала. По тем рекомендациям, которые мы даем еще в текстовом формате, также, я надеюсь, кто-то из вас провел успешную сделку, потому что удалось, опять же, с учетом технической поддержки попасть практически цент-центы по развороту нефтянки, сейчас мы продолжаем снижаться. Друзья, для долгосрочно ориентированных трейдеров все не меняется, так же остается, как и раньше. Цель 70 долларов за баррель, я думаю, что все ближе и ближе, опять же, к тому, чтобы быть реализованной. И тот новостной фон, который на рынке складывается, он убеждает нас в том, что остается ключевая идея, которая никуда не девается. Это перспективы замедления мирового экономического роста, что в контексте, опять же, развития вот этого сценария обязательно приведет к большему спаду спроса на сырьевые инструменты. Вчера, внутри дня, вы наверняка могли заметить, то, что котировки нефти вроде бы как начали неплохо расти. Это было реакцией трейдеров на статистику от Саудовской Аравии, точнее, сообщение о том, что в прошлом месяце они снизили производство нефти на 200 тысяч баррелей до 10-29 миллионов. Однако, когда на рынок после этого сообщения стали поступать данные от иных источников, которым, честно говоря, я доверяю больше, чем предвзяты сейчас Саудовской Аравии, и статистикам, которые дают нам от их, собственно, лица данные, объективные сведения уже, на мой взгляд, указывают на и продолжают свидетельство о том, что производство нефти в Саудовской Аравии на самом деле совершенно не снижается, а продолжает оставаться на высоком значении и примерно чуть ниже планки в 10,5 миллиона. То есть, если сопоставить с цифрами, которые мы вот вчера получили от непосредственно самой Саудовской Аравии, статистика разнится как минимум на 200 тысяч баррелей в сутки по производству. 10,5 – это, конечно же, очень много, это чуть ли не рекордные показатели, и я допускаю то, что Саудовская Аравия все же будет продолжать наращивать седобычу. Вы должны, друзья, иметь это в виду, и все-таки видеть, наверное, реальные цифры, пробовать найти эти сведения на финансовых рынках, и уж тем более не обращать внимания на явную попытку приукрасить, опять же, то, что происходит сейчас по объему добычи, явную попытку создать иллюзию того, что Саудовская Аравия печется, опять же, о будущем рынка нефти и старается не допустить перепроизводства, собственно, от сырья на этом рынке. То есть, если есть риски того, что замедлится мировая экономика, будет меньше спрос, вот как пытается сейчас дать понять Саудовская Аравия, они, соответственно, снижают показатели нефтедобычи. Но мне кажется, что нет. Помимо Саудовской Аравии, у нас есть и Россия, у нас есть и другие страны ближневосточного картеля, где данные также свидетельствуют о том, что растущий тренд сохранится. Сегодня, друзья, я предлагаю дождаться данных по запасам нефти в США. Это также еще и запасы бензина и дистиллятов. В последние недели эта статистика, опять же, оказывает поддержку продавцам. И, честно говоря, то снижаются запасы нефти, но компенсирующее воздействие оказывает на этот релиз, с увеличением запасов бензина. То наоборот, все равно именно продавцы выходят победителями после этого релиза. Я думаю, что картина может повториться и сегодня. Вчера у нас был опубликован отсчет от Американского института нефти, запасы там выросли. Я допускаю, что официальные цифры могут быть похожими. Соответственно, друзья, короткие позиции в приоритете. Я думаю, что не нужно даже делать акценты для многих из вас, потому что вы, так же, как и я, заряжены именно на ожидании еще большей просадки всего энергетического сектора и ждете возможности взять хороший профит. Не то чтобы даже по мере касания 70 долларов за баррель, а может быть даже еще ниже. Рубль 66.37. Не стоит питать каких-либо иллюзий о том, что якобы центральный банк взял все в свои руки и сейчас не допустит ослабление курса рубля. Этого не будет. Да, может быть, локально сейчас мы видим то, что рубль пока перехватил инициативу у своих основных конкурентов, у доллара и евро. Но стоит только снова под определенным соусом подать санкционную тематику, как, друзья, вы все лично убедитесь в том, что рубль поддержать не сможет никто. Рубль будет продолжать валиться, исходя из, собственно, турецкого валютного кризиса, исходя из потенциала снижения цен на нефть и так далее. 68.69.70.70 это вообще целевой ориентир, который мы уже обозначили. Думаю, что через какое-то время этот уровень будет протестирован и станет, возможно, на более продолжительный период времени новой реальностью для российского валютного курса. Консолидация будет, опять же, продолжаться вблизи данного уровня, потому что того требует тот фундамент, с которым мы работаем. Доллар японская иена 111.25, как я уже отметил. Американская валюта сегодня может получить поддержку после вывода данных по роничным продажам. Мы сейчас можем снова сделать отсылку на турецкий валютный кризис, но я считаю, что сейчас лучшей лакмусовой бумажкой для того, как обстоят дела в Турции, является ситуация с валютным курсом. Можете параллельно для себя, знаете, как окошко новостное Блумберга, держать график турецкой лиры против доллара. И если там относительно все более-менее спокойно, то тогда работаем с тем фундаментом, который мы, собственно, с вами анализируем непосредственно по локально регионам и валютам, которые за ними стоят, без внешнеполитических угроз и рисков. Так вот, если ситуация с лирой будет относительно спокойной, сейчас стабильной, более того, в рамках вчерашнего дня мы видели то, что лира смогла откатить от локальных минимумов против своих конкурентов, то есть немного укрепилась. Может быть, это все вследствие того, что рынок отреагировал на комментарии Центрального банка Турции о том, что якобы они держат руку на пульсе, у них есть сценарий, у них есть, опять же, форс-мажорная дорожная карта, как они будут действовать в том случае, если ситуация выйдет еще больше, скажем бы, из-под контроля. Но в данном случае я снова напоминаю, друзья, то, что Национальный банк, Центральный банк Турции отказывается от повышения процентной ставки. И это очень серьезный инструмент, рост процентных ставок, это, собственно, тактика Эрдогана, мы о ней знаем, то, что он ежедневный противник подобных действий на национальном валютном рынке. Но все-таки, если инфляция продолжит неуклонно расти, и курс национальной валюты будет валиться темпами, которые мы наблюдали в конце прошлой недели и в начале этой, нужно понимать, что есть все-таки козырь, инструмент, который локально может быть задействован. И этот инструмент реально способен исправить ту картину, ситуацию, которая осложилась. Пока мы работаем с тем, что лира перестала активно валиться, рынок немного выдохнул, настроение перезагружается, поэтому по этой причине, собственно, японская валюта сейчас не апрессингует против доллара, не растет. И доллар воспользовался относительно улучшением новостного геополитического фона, чтобы вернуться к идее скорого повышения процентной ставки. Сентябрьское заседание уже совсем скоро, друзья. Десятилетние трежи с этим начинают понемногу подрастать. Ориентиры по многим инвестбанкам по этим активам составляют даже 3,2%. Сейчас десятилетки держатся на отметке 2,88. То, что мы закрепимся выше 3%, я в этом практически не сомневаюсь. Поэтому вот эти ожидания долгового рынка американского могут быть очень хорошим таким стержневым мотивом, почему ни в коем случае не нужно ставить на ослабление американского доллара. Европейская валюта снижается. Как я уже отметил в начале брифинга, такие тенденции характерны буквально для всех рисковых инструментов. Турецкая тема остается центральной для финансовых рынков. При этом еще считается, что мы с вами детально вчера разбирали, каким образом слабость турецкой лиры и то, что происходит в Турции, отразится на европейских, на экономике валютного блока, на еврозоне. Я думаю, что все из вас, кто упустил этот момент, можете еще раз пересмотреть. Собственно, этот брифинг. Я думаю, что вы придете вместе со мной к пониманию, к выводу о том, что еще один риск добавился в копилку тех идей, которые мы используем, чтобы продавать евро. И этот риск сейчас очень и очень актуален. Тем более, что оценка долговых обязательств Турции уже говорит нам о очень существенных суммах, в 200, даже чуть больше миллиардов долларов. И если, опять же, экономический валютный кризис перерастет в дефолт по этим обязательствам, то тогда основные кредиторы Турции, среди которых крупнейшие европейские банки, столкнутся с серьезной проблемой ликвидности. Не только по той причине, что эти долги сразу же автоматом будут помещены в разряд невозвратных и безнадежных. То есть, друзья, ситуация в Турции, она остается, как уже было отмечено, основной. Но пока у нас новой информации нету, пока и лира ведет себя более-менее стабильно, я предлагаю вернуться к другим причинам слабости европейской валюты. Это контраст политик, и это, собственно, ожидание того, что в ходе следующего заседания Европейского центрального банка мы, скорее всего, с отсылкой на вновь актуальные обозначенные риски, будем работать с позицией Драги, которую возглавляет Европейский центральный банк, позицией в пользу того, что несколько опрометчивыми были прежние решения полностью отказаться от программы количественного смельчения к концу этого года. Вчера вышли данные по тематам экономического роста Германии и Еврозоны. Статистика хорошая в целом, по цифрам, наверное, не суть важна. Сколько мы видели, прирост там был очевиден, это статистика за второй квартал. Для меня она абсолютно парадоксальна, потому что до этого мы получали сведения о слабости и потребительской, то есть просадке, данные по просадке хроничных продаж. Мы получали слабые цифры о состоянии ключевых секторов, что экономики Германии, что всего валютного блока. Вы помните последние цифры еще по просадке промпроизводства, производственных заказов и, в конце концов, каким-то чудом, вот темп экономического роста, не опираясь даже на вот эти объективно крайне провальные релизы, умудрились показать рост. Я думаю, что это абсолютно не объективная статистика, рисованные данные, которые не нужно сейчас брать на вооружение, чтобы оправдать наличие у Евро поддержки в виде статистики. Евро-аутсайдер, друзья, с этим нужно смириться, Европейская область продолжает снижаться, и цель наша отметка 1,1, все ближе и ближе. Британец тоже снижается, сегодня ждем данные по инфляции, вчера вышел отсчет по темпам роста заработных плат, 2,4% со 2,5%, включая премии. Это важное дополнение, то есть в целом объективно, рост доходов домохозяйств британских, сегодня по ожиданиям инфляции покажет рост на 2,5%, то есть вы видите, уже инфляция снова превышает динамику роста заработных плат. Это, конечно же, еще больше негативный момент для британской экономики, поэтому я предлагаю сегодняшний релиз также использовать в качестве доп. топлива, катализатора, чтобы еще больше отзлабить курс британской валюты. Мы все ближе к цели 1,25%, друзья, уверен, не пройдет, скажем, даже недель, еще мы коснемся этой планки. Ну, все к этому идет, тем более, что по-прежнему еще трейдеры продолжают цепляться и не до конца еще отработали потенциал слабости валюты от негативного фона по Брекзиту. Доллар канадец. Думаю, вы уже заметили, что канадский доллар не хочет отступать от уверенности в том, что Банк Канады поднимет процентные ставки, не хочет активно пропускать вперед доллар. И если мы сейчас оценивали бы реально фундаментальную картину, то логично было бы сделать ставку на то, что мы сейчас получаем, собственно, слабую нефть. Слабая нефть – это негатив для канадской экономики, негатив, который должен привести к ослаблению канадца. У нас есть сейчас растущий доллар, то есть весь этот фундамент указывает на то, что пара доллар-канадец будет расти. Но в то же время мы видим то, что канадец не отдает инициативы лидера в этой валютной паре и тащит снова, собственно, доллара к планке 1,30. Это, друзья, объясняется тем, что канадец замотивировал сейчас одной идеей. Это идея очередного скорого повышения процентной ставки, особенно после последних данных по рынку труда, которые мы получили на прошлой неделе. В эту пятницу выйдут данные по инфляции. Я думаю, что это окончательно должно убедить трейдеров, как им действовать дальше. Если инфляция снова вырастет, то тогда вероятность повышения процентной ставки составит 100%. Вот уже буквально через месяц, а может быть даже по итогам следующего заседания канадского регулятора. И этот фундамент мы с вами сейчас должны попробовать отработать именно через укрепление канадского доллара. Каким образом? Это ждать, что мы протестируем поддержку 1,30 по паре доллар-канадец. И, возможно, попробуем замахнуться на поддержку 1,29. Пока давайте действовать тоже вместе с прочими участниками рынка, которые тащат эту валютную пару ниже. И все-таки, согласитесь, наш с вами прогноз, он как раз и предполагал такое движение. И есть возможность, скажем, еще больше заработать. Эту возможность нужно использовать. Пока советую не разворачиваться и не покупать доллар против канадца. Золото продолжает снижаться. 1,187 уже у нас на мониторах. Цель мы вчера обозначили с вами 1,150. Конечно же, золото не сможет вылезти против доллара, учитывая, как активно сейчас американец набирает позиции. И только лишь слом вот этого трендового движения по баксу может изменить картину по золоту. Пока этого не произошло, предлагаю также действовать по тренду и ждать снижения, собственно, этого инструмента, как минимум, еще на 30-35 долларов. Думаю, что достойная цель, чтобы попробовать за нее побороться. Друзья, на этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Хорошей вам торговой сессии. Как и всегда, увидимся завтра в 9.30 по московскому времени. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»